Протеиновая маска для роста волос – незаменимый помощник в достижении здоровых и блестящих локонов. Тусклый цвет, отсутствие блеска, сухие, безжизненные волосы – каждая девушка хоть раз отмечала такие проблемы со своими локонами. Для возвращения объема, блеска, густоты локона многие специалисты рекомендуют использовать маски с содержанием протеина. Это не новомодное химическое средство, это обыкновенный строительный белок, который выступает основным компонентом структуры волоса. Как выбрать протеиновую маску и какие наиболее эффективные присутствуют на рынке? На эти вопросы вы найдете ответы из нашего материала. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип работы протеин является главным строительным элементом в нашем организме. Каждая клетка состоит из белка, он придает ей форму, участвует в обменных процессах, защищает организм. Пряди также построены из протеина. Подробнее о том, как растут волосы, фазы роста читайте у нас на сайте. Нехватка этого вещества приводит к ухудшению внешнего вида шевелюры, они становятся ломкими, сухими, появляются посеченные кончики, останавливается рост. Причины нехватки этого компонента выделяют следующие – беременность, лактация, недосыпание, нервные переживания, прием антибиотиков. Дефицит кальция, авитаминоз, стрессы. Протеиновая маска для волос оказывает положительное воздействие на них. К таким можно отнести восстановление структуры прядей, ускорение. Роста, обогащение прядей полезными микроэлементами, увлажнение, насыщение кислородом, защита от воздействия вредных факторов. Виды протеиновых масок. Протеиновую смесь можно выбрать в магазине или приготовить в домашних условиях. Однако таких средств существует несколько видов. Итак, протеиновые маски для волос бывают питательные, восстанавливающие, ухаживающие. Теперь остановимся немного подробнее на каждом виде. Питательные средства пользуются наибольшей популярностью среди женского населения. Бывают поверхностные и глубокие. Первые можно изготавливать в домашних условиях. Эффект будет заметен уже после первого применения и сохранится до следующего. Более длительный эффект можно получить, применив препарат глубокой действия. Такие процедуры проводятся только профессионалами, так как требуют определенных навыков. Перед нанесением требуется пройти очистительную и питательную процедуру. Эту процедуру не стоит повторять часто, так как протеин проникает глубоко в структуру пряди и эффект сохраняется дальше. Восстанавливающие используют при сильно поврежденных или ослабленных локонах. В их составе помимо основного компонента присутствуют витамины Е и Е5. Специалисты рекомендуют прибегать к таким средствам после неудачной химической завивки, отрашивания, либо сильно посеченных кончиках. Ухаживающие способны вернуть блеск и прежнюю красоту шевелюри, а также защитить от воздействия внешнего влияния. Их действия можно сравнить с кондиционером, наносят их на влажные пряди, затем смывают. Эффект будет поддерживающим, незначительным. Показания к применению нанесения протеиновых препаратов рекомендуется при проблемах тусклых, слабых, поврежденных локонов, потери объема, блеска прядей, остановки роста прядей, посеченных кончиках, жирных локонах после воздействия химических, термических факторов. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Противопоказания абсолютных противопоказаний применения протеиновых масок нет. Однако не стоит их использовать при излишне сухих прядях, так как белок обладает подсушивающим свойством. В противном случае можно дополнять белковые маски увлажняющими компонентами. Правила нанесения для того, чтобы добиться ожидаемого результата, стоит соблюдать некоторые правила и особенности использования протеиновых препаратов. Перед использованием обязательно следует проводить тест на проявление аллергических реакций или побочных эффектов. Для этого нужно нанести препарат тонким слоем на запястье руки. Если появится покраснение, сжение, зуд, то далее использовать средство не рекомендуется. Нельзя разогревать препараты с протеином в микроволновой печи или на водяной бане. Рабочая температура должна равняться комнатной. Препарат нужно наносить только на влажные, вымытые локоны. Средство нужно слегка втирать в корни, далее равномерно распределять по всей длине шевелюры. После нанесения локона следует накрыть полиэтиленовой шапочкой и сверху укутать полотенцем. Продолжительность действия составляет около 20-25 минут. После этого нужно смыть средство при помощи шампуня и ополоснуть отваром лечебных трав, лимонной водой. Использовать такое средство рекомендуется не чаще двух раз в месяц. Длительность курса составляет 10 процедур. Выбирать протеин нужно в зависимости от проблемы. Например, соевое бело призван увеличить объем прически, пшеничный снижает ломкость, молочный укрепит корни, остановит выпадение. Также при изготовлении смесей в домашних условиях нужно строго придерживаться пропорций в рецептах в избежании обратного эффекта. Рекомендуем прочесть бальзам маска русское поле для роста волос с красным перцем. Обзор профессиональных средств в среде профессиональных препаратов выделяет следующий – Белитовитекс, Матрикс, Коллоз, Лебелл, Капус. Далее рассмотрим в чем их отличие и польза. Белитовитекс маска для волос. Белитовитекс известна своим высоким качеством на протяжении многих лет. Средство можно использовать даже в домашних условиях. При правильном соблюдении инструкций волосы обретут блеск, силу, станут мягкими, шелковистыми. Препарат запечатывает тонкие, ослабленные, поврежденные локоны. В составе основным компонентом выступает протеин пшеницы, кашмира и миндальное масло. Матрикс Просальюшенист Таталтрит Маска Матрикс П. Росальюшенист Таталтрит предназначена для поврежденных волос. Препарат глубоко проникает в структуру волоса и восстанавливает его. В составе присутствуют керамиды, аминокислоты. Маска пригодна для частого использования. Каллос Кератин Продукция Каллос Кератин предназначена для сухих поврежденных волос. В составе присутствует кератин и экстракт молочного протеина. Это средство способно восстановить локоны после химической завивки или воздействия высоких температур. Либелый Джи Джи Протейн Либелый Джи Джи Пэ. Ротейн – это маска на основе яичного желтка, меда, витамина Е, экстракта, гордений. Продукция способна восстановить, придать плотность волосам. Предназначена для нормальных и поврежденных прядей, облегчает расчесывание и защищает волосы от термического воздействия. Капаус Маска Капаус содержит молочный протеин, масло Риха Макадамии. Этот препарат создан для питания и реструктуризации поврежденных локонов. Специальная формула позволяет обеспечить защиту от воздействия палящих лучей солнца, химического воздействия или многократного использования утюжков. Рецепты домашних масок, конечно, протеиновые средства можно легко купить в магазине, однако приготовленное средство в домашних условиях Отличается доступностью, экономичностью, безвредностью, легкостью приготовления, эффективностью. Далее рассмотрим основные рецепты масок с использованием белка. Белковая маска для волос Для ее приготовления нужно взбить яичной белки до состояния пены. Количество зависит от длины и густоты прядей. Далее следует нанести средство на кожу головы, затем по всей длине пряди выдержать 20 минут и хорошо ополоснуть локоны теплой водой. Маска для роста волос с яйцом Для роста волос рекомендуется применение маски с яйцом, кефиром и майонезом. Для ее приготовления понадобится 1 яичный желток, четверть стакана кефира, йогурта, четверть стакана майонеза нежирного. Сначала нужно взбить желток до состояния пены, добавить остальные ингредиенты и хорошо смешать. Нанести смесь на кожу головы и волосы, накрыть пленкой и полотенцем, выдержать 60 минут. Далее смыть теплой водой. Смесь с соевым протеином для ее изготовления потребуется 3 стакана. Ложки соевого протеина – 2 стакана. Ложки сахарной пудры. Эту смесь развести теплой водой до сметанообразного состояния. Нанести смесь на влажные локоны, выдержать 1 час, смыть теплой водой. В результате локоны станут более крепкие и утолщенные. Маска на простоквашу. Чтобы приготовить средство с молочным протеином, потребуется разогреть простоквашу, добавить немного взбитый желток, хорошо размешать. Наносить смесь нужно на сухие пряди, укутать и выдержать 30 минут. Далее нужно смыть средство при помощи шампуня. Эффект от использования. При правильном использовании протеиновых смесей результат покажется уже после первого использования. Протеиновые средства приносят следующие результаты. Волосы толщаются, утяжеляются, поэтому становятся гладким, блестящим, появляются. Объем прически, увеличивается рост прядей, улучшается состояние шевелюры, прекращается выпадение прядей. Подводя итог, можно сказать, что протеиновые маски это незаменимый помощник в достижении прекрасных, блестящих локонов. Их можно как приобрести в магазине, так и приготовить самим. Белок, входящий в их состав, заполняет поврежденные участки волос и восстанавливает их. Здоровые локоны будут быстрее расти и выглядеть здоровыми и шелковистыми. Решить проблему плохого роста волос можно с помощью народных средств. Массу полезных и эффективных рецептов для волос ожидает вас в следующих статьях. Хлебные маски для роста волос. Особенность использования. Маски для волос с творогом. Эффективные рецепты масок для роста волос с имбирем. Дрожжевые маски для улучшения роста волос в домашних условиях. Маски для роста волос с коньяком. Волосы будут сиять, как у сказочной принцессы. Протеиновая маска для волос. Принцип роботопротеин является главным строительным элементом в нашем организме. Каждая клетка состоит из белка, он придает ей форму, участвует в обменных процессах, защищает организм. Пряди также построены из протеина. Подробнее о том, как растут волосы, фазы роста читайте у нас на сайте. Нехватка этого вещества приводит к ухудшению внешнего вида. Шевелюры они становятся ломкими, сухими, появляются посеченные кончики, останавливается рост. Причины нехватки этого компонента выделяют следующие – беременность, лактация, недосыпание, нервные переживания, прием антибиотиков. Дефицит кальция, авитаминоз, стрессы. Протеиновая маска для волос оказывает положительное воздействие на них. К таким можно отнести – восстановление структуры прядей, ускорение. Роста, обогащение прядей полезными микроэлементами, увлажнение, насыщение кислородом, защита от воздействия вредных факторов. Виды протеиновых масок. Протеиновую смесь можно выбрать в магазине или приготовить в домашних условиях. Однако таких средств существует несколько видов. Итак, протеиновые маски для волос бывают питательные, восстанавливающие, ухаживающие. Теперь остановимся немного подробнее на каждом виде. Питательные средства пользуются наибольшей популярностью среди женского населения. Бывают поверхностные и глубокие. Первые можно изготавливать в домашних условиях. Эффект будет заметен уже после первого применения и сохранится до следующего. Более длительный эффект можно получить, применив препарат глубокой действия. Такие процедуры проводятся только профессионалами, так как требуют определенных навыков. Перед нанесением требуется пройти очистительную и питательную процедуру. Эту процедуру не стоит повторять часто, так как протеин проникает глубоко в структуру прядей, эффект сохраняется дальше. Восстанавливающие используют при сильно поврежденных или ослабленных локонах. В их составе помимо основного компонента присутствуют витамины Е, Е5. Специалисты рекомендуют прибегать к таким средствам после неудачной химической завивки, отрашивания, либо сильно посеченных кончиках. Ухаживающие способны вернуть блеск и прежнюю красоту шевелюри, а также защитить от воздействия внешнего влияния. Их действия можно сравнить с кондиционером, наносят их на влажные пряди, затем смывают. Эффект будет поддерживающим, незначительным. Показания к применению нанесения протеиновых препаратов рекомендуется при проблемах тусклых, слабых, поврежденных локонов, потери, объема, блеска прядей, остановки роста прядей, посеченных кончиках, жирных локонах после воздействия химических, термических факторов. Правила нанесения Для того, чтобы добиться ожидаемого результата, стоит соблюдать некоторые правила и особенности использования протеиновых препаратов. Перед использованием обязательно следует проводить тест на проявление аллергических реакций или побочных эффектов. Для этого нужно нанести препарат тонким слоем на запястье руки, если появится покраснение, сжение, зуд, то далее использовать средство не рекомендуется. Нельзя разогревать препараты с протеином в микроволновой печи или на водяной бане. Рабочая температура должна равняться комнатной. Препарат нужно наносить только на влажные, вымытые локоны. Средство нужно слегка втирать в корни, далее равномерно распределять по всей длине шевелюры. После нанесения локона следует накрыть полиэтиленовой шапочкой и сверху укутать полотенцем. Продолжительность действия составляет около 20-25 минут. После этого нужно смыть средство при помощи шампуня и ополоснуть отваром лечебных трав, лимонной водой. Использовать такое средство рекомендуется не чаще двух раз в месяц. Длительность курса составляет 10 процедур. Выбирать протеин нужно в зависимости от проблемы. Например, соевое бело призван увеличить объем прически, пшеничный снижает ломкость, молочный укрепит корни, остановит выпадение. Также при изготовлении смесей в домашних условиях нужно строго придерживаться пропорций в рецептах в избежании обратного эффекта. Рекомендуем прочесть бальзам маска русское поле для роста волос с красным перцем. Обзор профессиональных средств. Среди профессиональных препаратов выделяют следующие – Белитовитекс, Матрикс, Коллоз, Лебелл Капус. Далее рассмотрим в чем их отличие и польза. Белитовитекс маска для волос Белитовитекс известна своим высоким качеством на протяжении многих лет. Средство можно использовать даже в домашних условиях. При правильном соблюдении инструкции волосы обретут блеск, силу, станут мягкими, шелковистыми. Препарат запечатывает тонкие, ослабленные, поврежденные локоны. В составе основным компонентом выступает протеин пшеницы, кашмира и миндальное масло. Матрикс Просальюшенист Таталтрит маска Матрикс П. Росальюшенист Таталтрит предназначена для поврежденных волос. Препарат глубоко проникает в структуру волоса и восстанавливает его. В составе присутствуют керамиды, аминокислоты. Маска пригодна для частого использования. Коллоз Кератин Продукция Коллоз Кератин предназначена для сухих поврежденных волос. В составе присутствует кератин и экстракт молочного протеина. Это средство способно восстановить локоны после химической завивки или воздействия высоких температур. Libelogy G-протеин Libelogy G-P Ротеин – это маска на основе яичного желтка, меда, витамина Е, экстракта, гордений. Продукция способна восстановить, придать плотность волосам. Предназначена для нормальных и поврежденных прядей, облегчает расчесывание и защищает волосы от термического воздействия. Капоус маска Капоус содержит молочный протеин, масло Риха Макадамии. Этот препарат создан для питания и реструктуризации поврежденных локонов. Специальная формула позволяет обеспечить защиту от воздействия палящих лучей солнца, химического воздействия или многократного использования утюжков. Рецепты домашних масок Конечно, протеиновые средства можно легко купить в магазине, однако приготовленное средство в домашних условиях отличается доступностью. Экономичностью, безвредностью, легкостью приготовления, эффективностью. Далее рассмотрим основные рецепты масок с использованием белка. Белковая маска для волос Для ее приготовления нужно взбить яичные белки до состояния пены. Количество зависит от длины и густоты прядей. Далее следует нанести средство на кожу головы, затем по всей длине пряди выдержать 20 минут и хорошо ополоснуть локоны теплой водой. Маска для роста волос с яйцом Для роста волос рекомендуется применение маски с яйцом, кефиром и майонезом. Для ее приготовления понадобится 1 яичный желток, четверть стакана кефира, йогурта, четверть стакана майонеза нежирного. Сначала нужно взбить желток до состояния пены, добавить остальные ингредиенты и хорошо смешать. Нанести смесь на кожу головы и волосы, накрыть пленкой и полотенцем, выдержать 60 минут. Далее смыть теплой водой. Смесь с соевым протеином для ее изготовления потребуется 3 стакана. Ложки соевого протеина – 2 стакана. Ложки сахарной пудры – эту смесь развести теплой водой до сметанообразного состояния. Нанести смесь на влажные локоны, выдержать 1 час, смыть теплой водой. В результате локоны станут более крепкие и утолщенные. Маска на простоквашу. Чтобы приготовить средство с молочным протеином, потребуется разогреть простоквашу, добавить немного взбитый желток, хорошо размешать. Наносить смесь нужно на сухие пряди, укутать и выдержать 30 минут. Далее нужно смыть средство при помощи шампуня. Эффект от использования при правильном использовании протеиновых смесей. Результат покажется уже после первого использования. Протеиновые средства приносят следующие результаты. Волосы толщаются, утяжеляются, поэтому становятся гладким, блестящим, появляются. Объем прически увеличивается, рост прядей улучшается состояние шевелюры, прекращается выпадение прядей. Подводя итог, можно сказать, что протеиновые маски – это незаменимый помощник в достижении прекрасных, блестящих локонов. Их можно как приобрести в магазине, так и приготовить самим. Белок, входящий в их состав, заполняет поврежденные участки волоса и восстанавливает их. Здоровые локоны будут быстрее расти и выглядеть здоровыми и шелковистыми. Решить проблему плохого роста волос можно с помощью народных средств. Масса полезных и эффективных рецептов для волос ожидает вас в следующих статьях. Хлебные маски для роста волос. Особенность использования. Маски для волос с творогом. Эффективные рецепты масок для роста волос с имбирем. Дрожжевые маски для улучшения роста волос в домашних. Условиях. Маски для роста волос с коньяком. Полезные видеоволосы будут сиять, как у сказочной принцессы. Протеиновая маска для волос.